Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый дизайнер, очень талантливый человек, человек, создающий безумно красивые образы. Это Михаил Кравец. Добрый вечер, Михаил! Добрый вечер, Михаил! А что же это было? Это были первые работы, когда я показал, вернувшись в Казахстан, я показал свою первую коллекцию на неделе моды. Так получилось, что с телеканалом Хит ТВ у нас возникали разные проекты. И я был стилистом некоторых из программ, одевал ведущих индивидуально. И вот так закрутилось, закрутилось, закрутилось. И вот некая поддержка от телеканала Хит ТВ, она мне помогла. Михаил, вы сказали, вернулся в Казахстан. Вернулись откуда? Давайте раскруем такие карты. Я уезжал учиться, и как-то так вышло, что все-таки я был патриотом страны. Ну, я и есть патриот, и это меня заставило вернуться назад. Так, ну не сказал откуда. Я учился в Праге, в Москве, и вот так вышло, что затем вернулся сюда. Но Хит ТВ поманил просто, и надо было как-то возвращаться. Ну, да. Михаил Кравец. Вы сказали, что ваша фамилия переводится как Портной. Дословно, с польского переводится Портной. Или это псевдоним? Да, нет, это моя фамилия, и с детства я никогда, если честно, не думал, что я буду дизайнером, а в моей семье это даже не приветствовалось. Ну, какая-то судьбоносная у вас фамилия. Ну, вот так вышло. А может быть, родственники дальние были, неизвестные, а предки Портными? Вы знаете, мы как-то это не рассматривали даже. После Второй мировой войны все корни затерялись, и неизвестно. Вообще, это фамилия моего отца, и как-то вот, ну, наверное, судьбой было предопределено, чтобы не стать дизайнером. Извините, вы сказали, родители не поддерживали. То есть, они были против, в общем? Ну, из родителей у меня мама, и в семье нас трое, брат, сестра, я, мама с бабушкой, ну, как-то даже не представляли, что я стану дизайнером. Я в школе учился, ну, я, так, если средне сказать, не очень хорошо, и никогда не думал, кем быть дальше. Ну, не знаю, вот так складывалась судьба. Хотя рисовал очень хорошо, я был застенчивым, и в диалоги вступать совершенно не любил. Все только посредством рисунков? Ну, да, можно так сказать. Чтобы идти куда-то в медийную профессию, для меня это вообще был некий нонсенс, что я, ни в коем случае. Но, когда я закончил школу, чисто случайно поступил в Академию бизнеса и моды на специальность моделер-конструктор. Опять же, я дизайнером не собирался становиться. Я хотел, ну, я начал свою профессию с чисто технологического процесса. Это конструирование одежды, пошив, ну, затем... Ну, а что же все-таки вас подтолкнуло именно пойти обучаться в этой сфере? Какой-то переломный момент, это знак судьбы, уловленный вами через чье-то слово, совет? Вы знаете, так вышло, что через два года преподаватели начали спрашивать у меня, «Михаил, как вот это можно построить? А как лучше вот здесь обработать изделия?» Я понял, что в технологии швейной промышленности я уже узнал многое. Мне захотелось начать творить. И после этого я начал участвовать во множество конкурсах, ездить, стажироваться. И вот то, что есть сейчас. Сейчас. Скажите, вот когда вот ваше творчество принесло вам первые деньги? Я просто отрыл один компромат, где вы практически красили джинсы, да, своим друзьям, знакомым, еще со школы. Это было в школе. И оттуда ли растут эти ноги, нет? Нет, первые деньги были в колледже. Начал делать индивидуальные вещи. Это сокурсницы обращались? Да. Ух ты. А я читала в одном из ваших интервью, что вы еще в детстве шили одежду для кукол. Это правда? Или это такой имиджевый ход? Нет, я не любил играть в машинки. Вообще не любил. А у моей двоюродной сестры было всегда очень много кукол. И она хотела всегда их как-то, ну что-то для них создать, какой-то образ очень красивый. Ну я ей помогал. А не сохранились те, как бы, та одежда, которую вы для кукол шили? Нет, это уже было так давно. Я сейчас уже работаю 7 лет в Казахстане. Первоначально я начал работать как кутюр-дизайнер, исключительно авторские вещи создавал. Но хотя всегда мечтал, ну после того, как я приехал уже сюда, я мечтал одевать большое количество людей. То есть создавать достаточно доступную моду, чтобы не просто говорили, как один раз мне сказали в колледже, что почему вы такие неспособные студенты, и вы не можете создать вот то, что создают, например, какие-то фабрики зарубежные. И тогда я понял, что нужно к этому стремиться. Михаил, а вы вот придумываете сами все ваши образы, потому что вы очень разноплановый дизайнер. Обычно дизайнеры делятся на… кто-то шьет чисто верхнюю одежду, кто-то белье, кто-то коктейльное платье. И вот я наблюдаю за вами такую большую разноплановость в этом. Это все вы или это ваша бригада? Это все я. Вы знаете, у меня есть художник, который рисует очень много картин, бывает в разном направлении, классическом, какую-то абстракцию. Я же как художник, который хочет выразить себя, поэтому я выражаю через одежду. И у меня очень много рисунков, которые не пошли в производство, потому что диктуют определенные правила. Рынок, клиент. За счет этого некоторые эскизы просто уходят. Это удивительно, что вы решили как-то проявить себя для массового потребителя. Почему? Ну, потому что вот как оперники, оперные певцы или оперная музыка, зачастую они славятся именно тем, что они считают себя камерным искусством. То есть мы не массовое. А вы пошли в народ. Но почему, например, человек, у которого нет достаточно больших средств, не может выглядеть очень красиво от дизайнера, который создает для него уникальные вещи? Так я думаю, что большинство вас как раз-таки и поддержит. Ну вот, поэтому я и пошел в народ. Вот, и это да, это удивительно. И браво вам за это. Вы один из первых казахстанских дизайнеров, которые это осуществили. Да, причем я бы сказала сама, как ваш клиент. А вот, зная других дизайнеров, не в обиду им бы сказано, но что, мне кажется, вы наиболее востребованы сейчас. Спасибо большое, конечно. Очень приятно. Ну, некая востребованность, она зависит от того, как ты работаешь, какие коллекции сдаешь, по каким трендам идешь, да, что отслеживаешь и на какую аудиторию ты работаешь. Наверное, эта востребованность возникла из-за того, что у меня достаточно большое количество точек продаж, опять же, собственных. Образы еще, они более европейского такого типа. Вы не уходите в этнику. И из-за этого, наверное, у вас большая аудитория, да? Да, я бы не сказал, что я не люблю этнические вещи. Я люблю историю международную, казахскую историю. Я люблю, потому что я здесь вырос, и я всегда называю себя интернационалом. В этнику я и не уходил изначально. Есть элементы, которые в каких-то коллекциях прослеживаются. Вот сейчас для универсиады мы делали алиментированную коллекцию свитшотов. На футболках прослеживаются принты. Я вообще очень люблю создавать принты. И мои кутюр-коллекции, они в основном, это классические фасоны, но с каким-то невообразимым рисунком, который создается уникально специально для этой коллекции. Откуда черпать вдохновение? Может быть, цвет заразил или от животного, многие говорят, и так вот отталкиваться? Откуда? Вы знаете, я вырос в деревне. В университете я всегда обижался, что меня не называли деревенским. Я всегда говорил, почему? Говорят, ну ты не похож. И вот эти вот корни, которые, ну не знаю, воспитание, которое было просто в семье, они мне дали возможность вдохновляться совершенно разным. Это природой, это животными, это какими-то путешествиями. А бывает момент перезагрузки? Вот вы понимаете, что, ну, пока тишина, какая-то пустота внутри, есть какой-то момент заказа, может быть, да, и нужно что-то. Бывает момент, когда я не могу ничего создать, и это самый критический момент, когда нужно, а оно не идет. Вы никогда не вдохновлялись поэзией? У меня была коллекция по опере Мадам Баттерфляй, и я создаю совершенно разные, в разных направлениях и жанрах, и поэтому и поэзия, и некие картины, которые могут в определенный момент вдохновить. А давайте, Михаил, посотрудничаем. Мы с Антоном пишем стихи в разных стилях, но можно что-то сообразить на троих, сделать какое-то вот такое вот... Строчка от вас, строчка от меня, от вас платье. От меня от платья. И руках от платья, да? Да, и вот так вот все исписано. Ну да, в принципе, можно создать коллекцию, которая будет с определенным текстом ваших стихов. Принтов, уже мое, это нанести. То есть в виде принтов? Да. Это будет очень интересно, потому что один из российских дизайнеров создавал коллекцию со стихами Пушкина. Поэтому почему нет? У меня сразу вспоминается обложка вашего сборника «Кристос». Да. Перенесенное на платье от Михаила Кравеца. Или от черновики просто тоже. Вот принты, как вы думаете, это отголосок все-таки того же постмодерна, который все никак не умрет, да? То есть нужно как-то смиксовать, 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 и это выдает какое-то новое качество. Вы же, Михаил, дизайнер по принтам. Это тоже отдельная вроде бы специальность. Это отдельная, да. И вы ее тоже здесь захватили, поглотили и развиваете. Как вам это удается-то? Ну, наверное, творческий человек. Через 7 лет вы все-таки доказали себе, что вы творческий человек. Да, творческий человек, который хочет каким-то образом, я не знаю, привнести что-то в эту жизнь. Потому что я приверженец того, что жизнь проходит каждый день неповторим, и нам нужно успеть очень многое. И просто так прожить свою жизнь и оставить ничего после, для меня это неприемлемо. Поэтому я всячески стараюсь создать что-то в одежде, в принтах. Вот сейчас я начал рисовать картины. Это одно из моих новых направлений творчества. А что вы рисуете? Пейзажи или портреты? Абстракцию. Ага, сюрреализм или что? Совершенно. Мне говорят, что, кто видел мои картины, они говорят, что очень смелые краски, очень смелое нанесение, техника. Но я бы сказал, что это просто внутренние эмоции, которые я стараюсь выплеснуть. А в одежде я все же приверженец более традиционных и классических вариаций. Ну, вот ваша одежда. Вы делаете одну коллекцию на разные страны, регионы? Или все-таки я знаю, что вы сейчас в России тоже открыли свой магазин. Вы делаете с учетом менталитета конкретного коллекции? Вы знаете, в Эритейле вообще, если вот брать розницу, то определенный район города диктует определенные правила. Поэтому определенная страна будет диктовать свои правила. А в Европу я не повезу коллекцию с какой-то совсем вычурнутой геральдикой царской Российской империи. Хотя был к этому интерес несколько лет назад, и дизайнеры европейские делали это активно. Был, но он отошел очень быстро, этот интерес, ну, на волне каких-то определенных моментов времени. В дальнейшем, я думаю, что рынок все-таки захочет увидеть историю. В коллекциях всегда все зависит от того, что рынок воспринимает в определенный момент. И что же рынок воспринимает сейчас? Очень много бархат и велюр. Я люблю бархат и велюр. Очень много. Надо мне у вас попросить такое платье сотворить. Михаил, вот если объяснить обывателю тем старым добрым саратовским домохозяйкам, которые смотрят в телевизор и говорят, что это за модель, что это за платье, мы вообще не понимаем, как в этом выходить. И вы сделали шаг навстречу к массовому потребителю, да, я еще повторюсь. Вот для этих же саратовских домохозяек как можно отличить, что вкусно и стильно, а что нет? Какие бы вы советы? Я всегда говорю, вкусно и стильно то, что вы видите в зеркало. Если в зеркало вы смотрите, и вы видите очень красивую женщину, либо красивого мужчину, и вы понимаете, что да, это тот человек, которого я хотел бы или хотела бы, то вы достаточно красивы и стильны, поэтому можно смело идти на любую вечеринку или мероприятие. А если вы будете следовать советам своих подруг, то, к сожалению, очень много подруг, либо друзей лукавят. А если мнение именно твое как-то не сочетается с мнением большинства, и вроде ты хорош, а вышел нет? Ну а почему оно должно сочетаться? Человек уникален в том, что он своеобразен. И то, что у него есть внутри, он может выплеснуть как? Он же не будет разрисовывать свое тело, все. Хотя это тоже сейчас определенный тренд, ходить в татуировках, которые потом не выведешь. Делать операции, превращаться в ящерицу. Да, да, да. Это тоже определенный тренд. Но легче всего выразить себя в одежде. А вы можете помочь вашей клиентке или клиенту так выразить себя? Кстати, вы делаете мужскую одежду? Что-то я не видела. Очень мало мы делаем мужской коллекции. Почему? Вы знаете, я не знаю, вот как-то так получилось. Первоначально в моей коллекции было 90% мужских вещей, а какие-то там 10% женских. В следующей коллекции у меня уже было 50 на 50, а затем уже 10 мужского, а 90 женского. Девушки более благодарны просто. Они все прибегают и говорят, что ты делишь? Нет, я бы сказал, что девушки, женщины хотят более часто выглядеть необычно, интересно, а чаще сменяют свой гардероб. А мужчины, они все-таки приверженцы классике. Серые или черные? Ну да. А почему вы не работаете с мехом? С мехом? Да. Мы работаем, но очень мало. Я все-таки, я бы не сказал, что я такой ярый коренписовец по защите животных, но все же мне достаточно жалко. И когда ты работаешь с мертвой тканью, у меня, как у творческого человека, возникает сразу кризис и отторжение. Я не могу работать. А искусственный мех не вредит? Я работаю. С искусственным мехом я работаю очень много, с эко-кожей я работаю очень много, а вот с натуральным это не мое. Даже с натуральной кожей не хотите работать? Нет. А дизайн обуви, вы не хотите затронуть эту тему? Вы знаете, мы делаем дизайн обуви, но в Казахстане внутренний рынок моды, он достаточно тяжело развит. Логистика очень трудна, потому что находишь фабрику в какой-то стране, и если ты не продумал логистическую доставку, то цена сразу становится такой, что люди просто не хотят покупать эти вещи, какие бы они ни были прекрасные, с какой бы вышивкой они ни были, с какой бы тканей ни были сделаны. Все зависит всегда от цены. Поэтому с обувью пока сложновато, но я думаю, в дальнейшем мы выйдем. Сейчас мы запустили коллекцию сумок, которые появляются у нас в наших магазинах. Это впервые будет коллекция сумок? Да, это впервые. Хорошо, что предупредили. Когда ждать выпуск? Ну вот уже с новой коллекцией, с первых чисел буквально, в следующей неделе уже начинает завозиться коллекция. Тоже из эко-кожи будут они? Какие-то вариации эко-кожи, какие-то вариации неопрен, который сейчас в тренде, какие-то вариации с принтами на плащевке, какие-то вариации сумок. Пляжные? Да, пляжные. Вот как многие европейские бренды сейчас работают с тканью паруса, обработанной специальными средствами, потому что она достаточно прочная и долговечная. Интересно. А какая фактура вам более приятна вообще? Все зависит от сезона и от коллекции. Я не приверженец никакого цвета, когда мне говорят, какой вы цвет любите. Я всегда говорю. Какой в определенный момент жизни для меня становится самым близким. Это может быть и розовый, и черный, и красный, и желтый. То же самое все с тканью и с фурнитурой, например, для ткани. Это может быть бархат, это может быть хлопок. Сейчас летняя коллекция – это лен. Это может быть плащевка, когда я наношу принты на эту ткань и шью из нее какие-нибудь тренчи. Это тоже своеобразная, самая дорогая, самая красивая ткань для меня в этот именно момент. Я такой человек, который ломает стереотипы. Я не создаю коллекцию темную зимой, потому что человеку в этот период не хватает яркости, не хватает солнца, и ему нужно радоваться жизни. Потому что весной наступает что? Момент кризиса, некой нервозности. А если весь период зимы вы получаете вот эти все краски, то и счастливая весна наступает. Михаил, а почему вы не делаете белье? Ну, это опять же некие факторы, которые сказываются на производстве, потому что это определенное оборудование, которое достаточно дорогое, и такой бюджет выделять, чтобы создать новую линию, достаточно тяжело в период кризиса. А в будущем, мне кажется, что у вас есть к этому талант? Вы знаете, в будущем я бы вообще хотел разделить свою компанию на разные направления. Это детское, мужское, это обувь, аксессуары, потому что... Да, аксессуары тоже. Когда создается коллекция, без этого нет полноценной коллекции, когда ты не можешь подобрать и действительно показать своей клиентке, что вот это будет подходить действительно сюда идеально. Более того, вы знаете, как-то у вас в магазине я увидела украшения. То есть, ну, не сказать, что ювелирные, но бижутерия, серебро, полудрагоценные камни. Но очень красивые. Я несколько расстроилась, что они не вами сделаны. Нет, мы делали совместно с компанией Баун Кит коллекцию геральдическую. И на тот момент мы по эскизам, по нашим эскизам, они для нас специально в Нью-Йорке создавали данную коллекцию. Она была очень дорогая на тот момент и уходила в течение где-то трех лет после этой коллекции еще. А может быть, следует создать что-то более такое доступное, но именно от вас? В планах. Скажите, а есть какая-то финальная цель? То есть, вот вы как-то по нему планируете, что разобьете свое производство и так далее. А финальная цель, к чему выйдет? Вы знаете, когда человек переступает определенную, определенную поставленную цель, да, в определенный период жизни, то становятся новые цели. Поэтому, когда я учился в университете, для меня целью было создать какое-то предприятие, сделать ателье и нанять 2-3 швеи. Когда я открыл, вообще первоначально, я открыл свою компанию с капиталом 150 тысяч в тенге. Когда мне люди говорят, что создать свой бизнес, не имея ничего за душой, невозможно. Ни богатых родителей, ни большой банковский счет и так далее. Я всегда говорю, нет, возможно. Но действительно, дизайнерское дело, это считается очень таким бюджетно затратным в самом начале. Как же вам удалось-то? Да, оно достаточно затратное, если вы открываете очень большое предприятие, открываете большое количество магазинов, за этим всем нужно следить и очень четко продумывать коллекции, период этих коллекций. Когда ты открываешься с малого и идешь по этапу на ступеньку за ступенькой, то, в принципе, ничего страшного в этом нет и сложного. Я открыл компанию. У меня была одна швейная машинка, один оверлок и домашний утюг. После этого, через полгода, я купил три швейных машинки, уже новые. После года я уже нанял семерых сотрудников. На данный момент у меня достаточно большой коллектив в разных направлениях. Это и производство, это и дизайн, это и ритейл. Вот как только открыли производство, куда это пошло? Это пошло на фестивале или это продажа была? Знаете, после показа продаваться было негде. И вообще на тот момент дизайн одежды был достаточно неразвит в Казахстане. И все, что ты создаешь, никому не было нужно. Все старались научить, сказать, что вот здесь это неправильно, вот здесь нужно сделать так, вот здесь нужно сделать то. А потому что у нас все швеи, все учились в определенный период и все хотят научить, потому что ты местный производитель. Плюс еще, конечно, какая-то фетишизация европейских брендов. Да, да, конечно. Когда вот приходят и говорят, а какие у вас ткани, откуда у вас ткани? И я не понимаю людей, которые считают, что, например, турецкие ткани могут быть лучше итальянских. Либо есть очень много заводов, которые отшивают в Китае для тех же европейских брендов, а затем отправляют просто туда. Здесь есть очень тонкая грань, отслеживание качества, с каких материалов ты это создаешь и какие, я не знаю, особенности данной ткани. Конечно, если стопроцентная синтетика, это плохо. Конечно, если ты берешь самую дешевую ткань, это плохо. Непосредственно сижу на заводе, выбираю к ней фурнитуру и говорю, что да, мне это нравится, потому что это приятно к телу. Здесь есть такие составляющие, там, я не знаю, хлопок, вискоза, либо, вот сейчас очень много клиентов приходят и говорят, мы хотим, чтобы ткань не мялась. И когда я приезжаю на завод, я говорю, какие ткани есть, которые не мнутся, но ткань должна быть натуральной. Мне на заводе говорят, но таких тканей в принципе не существует. И ты сидишь и думаешь, хорошо, а если мы добавим столько-то вискозы, столько-то полиэстера и столько-то натуральной ткани, как это будет к телу и как это уже будет потом мяться, не мяться. И вот результат в коллекциях уже виден. У меня есть определенная ткань, с которой я работаю уже на протяжении 5 лет. Это вискоза стопроцентная, мы на ней наносим принты. Она не мнется вообще. Какая тщательная работа. Да, действительно. На самом деле, поиск этой ткани был очень долгий. Не хотите что-нибудь, Антон, заказать? Вот у меня появилось желание еще новое платье заказать. Проблема в том, что вот он ориентирован, Михаил, теперь на женщину. Вы знаете, три года назад мы одели полностью Астану-оперу. Это был очень большой проект. Как и ходишь? Большое количество мужских изделий, фраки, смокинги, большое количество женских изделий, хор, оркестр полностью одет в наших вещах. Поэтому говорить о том, что мы не создаем мужские вещи, но это... Тогда обращайтесь. Обращайтесь. Вот этот вот возложенный стереотип советских времен, что все импортное, оно хорошо, а все местное, оно, ну, это же местное. Да, этот стереотип был достаточно долго. Сейчас он отошел. И очень много ритейлеров, например, торговые центры, раньше не пускали казахстанские бренды. Невозможно было ничего сделать, чтобы тебя пустили. А сейчас очень многие торговые центры идут сразу же на обсуждение, дают очень хорошие условия для казахстанских брендов. И мы уже себя чувствуем на уровне с международными. То есть они уменьшают для вас аренду? Я бы не сказал. Мы, в принципе, платим соответствующие с другими брендами, но нам дают условия входа очень легкие. Здорово. Да, действительно. Здорово. Поддерживаем эти... Ну, когда президент сказал, легкую промышленность нужно поддерживать, все сразу начали поддерживать. А почему бы и нет? Да. И мы этому стали очень рады. Михаил, похвастайтесь, пожалуйста. Кто же из известных личностей Казахстана вместе с вами поддерживает отечественного производителя? Кто ваши клиенты, клиентки? Вы знаете, у меня совершенно разные клиенты. Ну, я это понятно, да. А дальше? Ну, Роза Рымбаева. Я достаточно уважаю ее творчество, ее саму, и она на протяжении уже трех лет моя клиентка. Я работал с такими звездами, как Нагима Искалиева, тоже очень много. Поэтому, знаете, вот если просто сейчас перечислить, достаточно большое количество звезд, которые одевались у меня в определенное время. Ну, это были, например, могли быть разовые какие-то покупки. Но вот так, чтобы прям фанаты-фанаты, и кто постоянно у меня одевается, это у нас Роза Рымбаева, Жамиля Серкибаева. Ну, вот из таких, кто действительно для меня близок, как мои клиентки, и с кем я создаю вещи, которые у меня очень легко идут, как творчество. Потому что любой творческий человек в определенный момент с клиентками ему либо легко, либо тяжело. С этими клиентками мне очень легко, потому что я могу создать вот просто сразу то, что у меня есть в голове, а не то, что многое. Знаете, 50% клиенток приходят и говорят, мы хотим это, это. И очень тяжело их переубедить, потому что стереотип уже сложен. И они хотят вот то, что у них есть в голове. Ты предлагаешь им очень много вариантов, и по ходу, конечно, ты меняешь вещь, чтобы она идеально сидела, и она действительно шла этой клиентке. Но не всегда получается так, как хочет дизайнер. Да, иногда наступая самому себе на горло. А с кем бы вы хотели поработать? Нет, тогда я не работаю с клиентами. А вообще просто? Тогда я просто не работаю с клиентами. А с кем бы вы хотели поработать? Из казахстанских актрис, ну, наверное, я уже с 80% поработал. А не из казахстанских? А если брать российских, либо зарубежных, ну, очень много с кем бы я хотел, если честно. Это и Мадонна, и Адель. Совершенно разного направления, разноплановых и актеров, и певцов. Я бы сильно хотел создать костюмы на, может быть, какие-то спектакли, для каких-то, не знаю, шоу, для фильмов. Михаил, хотела вам предложить. В этом году немножко вас опередила Болнура Санова, которая сама к нам пришла с просьбой посотрудничать с нашим театром авторского мюзикла, которым сорежиссирует Антон Митнев, и там же играет, исполняет главные роли. Это под нашим руководством первый в Казахстане театр, где создаются полностью авторские мюзиклы. По две-три премьеры каждый год. Уже сколько мы Антон поставили? Шесть или семь, да? И в этом году будут еще три премьеры. Мы вас приглашаем. Это эротическая комедия, мистический триллер, конечно. Начиная с самого интересного, да? Да, и фэнтези. Вот, очень интересные будут постановки. И Балнура Санова и ее Академия моды шьют для нас все образы. Плюс, конечно, сценографии делают. Было бы интересно, правда, Антон? Очень. Посотрудничать с вами в следующем году? Я буду рад. И сделаю все, что от меня зависит, чтобы это было уникально и неповторимо. И тоже интересно, вот я тут сижу и набрасываю, как мы на троих творческие люди соображаем, да? Создаем уже платье, да, и расписываем. По поводу картин. Был у меня опыт работы с Роном Дискензе, итальянно-американским художником, с Юрием Зобоком, казахстанским сюрреалистом, когда они писали картины на мои стихи. Если мы объединимся, вы бы могли написать ваши картины на мои стихи, на стихи Антона Митнева. Он замечательный поэт, уже три сборника издал. Возможно. Я, в принципе, никогда ни от чего не отказываюсь, как любой творческий человек. Я всегда стараюсь найти что-то интересное для себя и создать что-то необычное. Но в то же время я не забегаю вперед, потому что для меня создание одежды – это уже очень просто. И на протяжении 7 лет я создаю, создаю, творю. На данный момент я могу создать все, что угодно, и на любое количество людей. Самое большое для меня количество было создать вещи за два месяца на две с половиной тысячи человек. Для театра оперы и балета как раз таки Астана опера. Поэтому для меня ничего не страшно. А в картинах пока я такой, я бы сказал, некий новый человек. Я очень давно хотел начать писать картины, но никак к этому не мог прийти. И здесь какой-то возник всплеск к концу года. И на данный момент я уже написал около 80 картин. Вот смотрите, сейчас в мире идут разные тенденции. Идеи мы с вами затрагивали в прошлой передаче мирового правительства, например. Как вы считаете, насколько свободен творческий человек, особенно дизайнер, художник в мире моды, в своем творчестве? Или все-таки вы подчиняетесь какому-то давлеющему, или сверху, или из-под вальдовлеющему, такому экономическому или политическому стимулу? Расскажите нас правду. Я не люблю разговаривать о политике. Но приходится. Да, я не люблю, но рассуждаю я очень много о политике и о том, помогают ли нам, не помогают ли нам. Все плачутся обычно. Но затем я всегда говорю, а что ты делаешь для страны, для той же политики? Не просто просишь каждый день. Поэтому я бы не сказал, что каким-то образом политика либо какие-то социальные направления в той или иной стране влияют на меня, в частности, как дизайнера, на мое творчество. Максимум, что может диктовать моду, это экономическая составляющая всего мира. Когда кризис возник, люди перешли на более традиционные классические цвета и оттенки. После этого… А почему? Вот интересный психологический расклад такого явления. Люди начали экономить. Когда ты покупаешь яркие вещи, ты одеваешь их несколько раз, затем ты их уже не можешь одеть, потому что все видели. И как-то переделать стилистически свой образ уже тяжело. А когда ты одеваешь более классические образы, это могут быть серые, черные, коричневые оттенки, кому какие идут. Ты можешь добавить буквально какой-нибудь мелкий элемент. Это может быть блузка, водолазка, это могут быть другие брюки, это может быть брошка, шарф. И у тебя уже сразу 5-6-7 образов. Как вы думаете, у вас есть миссия? Мне просто понравилось в одном из ваших интервью, когда вы сказали, мне не нужно, чтобы я продавался. Мне не нужно, чтобы мои продавцы, они как мухи облюпили бы клиента и навязывали бы все ему. Мне нужно, чтобы они были друзьями. Да, дружеское отношение у нас с 90% клиенток, оно сохраняется. И где бы мы ни виделись, даже если она покупает не у меня, а у соседей, она может спросить совета и у меня, и у моих помощниц. И это совершенно нормально. И вы бесплатно консультируете? Да. Я вот тут в соседнем ботике присмотрела. И вы скажете, да, конечно, спорю. Почему нет? Ведь эта клиентка все равно придет ко мне, потому что она понимает, что я ей честно скажу, вам идет это или нет. Я ей честно дам совет, стоит ли это покупать. И здесь ничего нет страшного. Вы знаете, когда ты идешь в любой ритейл, и ты спрашиваешь у продавца, идет ли мне это? Протовец смотришь на тебя и говорит, конечно, идет, только купите. Или один раз я пришел в достаточно дорогой бутик и с своей клиенткой, она попросила очень срочно ей помочь одеться на мероприятие, которое будет вечером. В тот момент у меня еще не было магазинов. Я говорю, хорошо, давайте я вам помогу. Мы приехали в один очень крупный магазин и выбирали-выбирали изделие. Ей понравился один комбинезон, и мы просим у продавца, дайте нам только подходящего размера. Она говорит, другого размера нет, берите этот. Вы что, это же такой дизайнер, с такой скидкой. Мы говорим, сколько мы его будем перешивать? Она уже, говорим, потрепана, там не знаю, сколько его носили. И раз, она говорит, как вы можете? Это такой дизайнер, надо брать. Мы так посмотрели друг на друга, спасибо, мы в другой магазин пойдем. Поэтому вот эта честность, она должна все-таки присутствовать, когда ты работаешь со своими друзьями. А вот с годами цена вашего имени как бренда увеличивается? Я думаю, да. Нам пока 7 лет, и пока, я думаю, что это не такая уж большая составляющая, но в будущем мы к этому идем, мы вкладываем в маркетинг, мы вкладываем в развитие имени, в коллекции новые. Поэтому, что будет через 10 лет, посмотрим. Но с другой стороны, это шаг от массового потребителя опять. Ну, это же одно из направлений. Михаил, сколько в среднем стоит у вас пошить платье, если речь идет о деньгах, о времени, время тоже деньги? Совершенно разные. И вставляющая в тканях, то, что вы подбираете, например. Ну, любая клиентка, когда приходит, она подбирает определенную ткань. И она говорит, я хочу гипюр, например. Гипюр может быть итальянский, может быть китайский, может быть производство Турции. И все зависит от того, из какой ткани мы шьем. Если это очень дорогие ткани, английские, например, то изделие может стоить от 150 тысяч и выше, там до бесконечности. Потому что, когда очень много ручной работы и большое количество вышивки, деталей, например, ручной росписи, то изделие может стоить просто как ретро, не знаю, какая-то картина или еще что-то. А, кстати, о вышивке. Я видела у вас только машинную вышивку. Ручную вы практикуете? Да, конечно. Мы делаем и ручную вышивку, и машинную. Мы делаем и роспись машинную и ручную. То есть совершенно в разных направлениях работаем, и здесь ничего нет такого, никакой преграды для нас. Михаил, все-таки вы предпочитаете следовать за спросом покупателя или формировать этот спрос? В каких-то коллекциях мы формируем спрос сами, в каких-то коллекциях мы идем за трендами. Но вы, получается, Михаил, сами себе и дизайнер, и конструктор, и даже маркетолог? У вас есть кто-то, кто вас продвигает? Нет, команда у нас очень большая, и команду я очень долго собирал. Без команды, без хорошей, ты в поле не воин. Когда у тебя нет армии, ты ничего не можешь сделать. Когда очень хорошая армия и команда, ты будешь создавать, творить и добиваться своей цели. А ценовая политика? Здесь, в Казахстане, у вас, я считаю, весьма удачная. То есть действительно из-за этого, наверное, тоже много у вас клиентов в таком хорошем сочетании цена-качество. Мы эвальируем всегда. Да. Потому что когда изделие стоит, ты хочешь очень много. Есть дизайнеры, которые просто вывешивают изделие, и оно висит три сезона подряд одно и то же, и не продается. Они говорят, я все равно должен продать это изделие, не знаю, за миллион тенге. Есть дизайнеры, которые экономически рассчитывают целесообразность данной цены, и затем дают эту цену уже на рынок. Тем самым рынок очень хорошо воспринимает и покупает. То есть есть дизайнерство, которое идет от эмоций, от самолюбия, да, я все равно продам за это, и в результате оказывается неудачный. Очень много. А есть более целесообразное? Ну, у меня бизнес все-таки. И здесь не просто творчество, не просто вот я хочу, создам эту коллекцию и все. Есть, конечно, доля этого в моих коллекциях, есть, конечно, небольшая доля этого вообще во всем бизнесе и в моих продажах. Но без экономической целесообразности мы не сможем выжить никогда, и нет смысла работать. Потому что тебе нужно каждый месяц кормить всех сотрудников, тебе нужно каждый месяц оплачивать аренду, закупать новые ткани, фурнитуру, логистику оплачивать. Это все стоит очень больших денег. Вы не хотите делать какие-то перформансы с показами моды, с какими-то еще творческими компонентами? Или вы предпочитаете участвовать только в неделях моды, в таких серьезных показах? Нет. В Москве на протяжении 2-й год пошел, как мы там, мы сделали уже 5 показов. И они были совершенно разные. и на неделях моды, и отдельные, и на определенных мероприятиях. Поэтому мы и здесь, и там всегда делаем все по-разному. Поэтому приверженство только к неделе моды, оно не является основополагающей. Ты создаешь туда определенную коллекцию в определенный сезон, это определенные тренды, а промежуточные коллекции, они уже могут показываться на разных мероприятиях. Михаил, раскройте все-таки психологические секреты вашего творчества. Все-таки, как вы думаете, почему мода и желание хорошо выглядеть так важно для человека? Ну, пришел человек в красивом платье или костюме от вас, сначала очаровал, потом раскрыл рот, разочаровал. Может ли одежда компенсировать личностные недостатки? Встречают по одежде, провожают по уму. Это пословица, которая с детства как-то идет со мной. И, конечно же, это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Человек должен выглядеть не просто там статус, это нечто такое, что я не приемлю. Потому что человек, я уже говорил, уникален. И он должен самовыражаться. И уже через одежду человек говорит, вот я такая или я такой. Я могу выглядеть так. Я хочу вот такие детали. Но, знаете, красота от природы, а стиль от ума. И вот стильным человеком нужно научиться быть, а красивым дорождаешься. Пару слов хороших, добрых скажите нашим телезрителям. Будьте всегда самыми красивыми, стильными. Никогда не поддавайтесь на провокации, потому что этого от вас всегда ждут, чтобы вы были спровоцированы. Будьте самыми неповторимыми в вашей жизни и стремитесь к новым целям, побеждайте. Красота – это то, что находится внутри нас. Красота – это наша душа, наши желания, даже наши страхи, конечно же, наши мечты и наши возможности к личностным изменениям. Настоящая красота достигается только через духовный, личностный, интеллектуальный, творческий рост. И сегодня мы с вами убедились в этом, выслушав замечательного собеседника, очень талантливого дизайнера, действительно многогранно одаренного творчески человека Михаила Кравица. Оставайтесь, как всегда, с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok